Штраф за сбитого лося. Дикие животные иногда становятся участниками ДТР и создают проблемы автолюбителям, которые двигаются по дороге в лесной зоне. Если зверь попал под колеса, последствия могут быть разными не только для авто, но и для водителя, ведь за такое нарушение предусмотрен штраф. Классификация, размер, вид штрафа. Все ДТР и спорные случаи будут регулироваться 1079 статьей ГК. Она предусматривает ответственность за порчу, причиненную имуществу или живой природе. Независимо от степени вины водителя протокола оформлять придется. Страховой полисоса гоня может в данном случае. А вот КАСКО может компенсировать либо полусумму, либо часть штрафа, выписанного сотрудниками ИГБДД. Лось, но не все так просто. Скорее всего, сбитый лось принадлежал охотничьему хозяйству. По этой причине штраф придется оплачивать не только за нарушение закона, но и за нанесение материального ущерба владельцу угодья. Размер взыскания определяется приказом Министерства природы РЕФ номер 948 от 08. 12-2011 и это норма действительной в 2018 году. Предусмотрены следующие штрафные санкции 40 тысяч рублей. Звездочка за ДТР с участием Лося 20 тысяч рублей. Звездочка за косулю 15 тысяч рублей. Звездочка за кабана. Важно! Штраф зависит от пола животного. Если сбита самка, он взрастает в несколько раз. Самый большой штраф заплатил житель Новгорода в 2013 году. Его оштрафовали на 120 тысяч рублей. Так как присутствовали отягчающие обстоятельства, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыть тело животного. Размер штрафа рассчитывается по формуле У равно Т умножить на К умножить на Н, где У – размер вреда, который был причинен водителям со злым умыслом или по неосторожности Т – сумма взыскания за сбитие разных видов животных, коэффициент, значение которого определяется законом номер 948 Н – количество особей, сбитых водителем. Например, водитель, движущийся с соблюдением всех правил ВДД, в условиях плохой видимости сбивает лося, неожиданно выскочавшего на дорогу. В этом случае штрафовать его будут на 40 тысяч. Руб звездочка, злого умысла не было, животное одно. Если водитель скроется с места аварии, не оказав помощь животному, то будет использован коэффициент 3, поэтому штраф составит уже 120 тысяч. Руб звездочка лось, выскочивший на дорогу, что будет, если тело животного взять с собой данное действие наказуемо уголовной ответственности по стакану. 258 УК РФ. Сотрудники полиции могут расценивать ДТП как умышленное убийство, а доказать невиновность водителя будет невозможно. Наказание следующее – штраф до 200 тысяч. Руб звездочка, общественная исправительная работа сроком до 480 часов, заключение в исправительной колонии сроком до 24 месяцев, арест сроком до 6 месяцев. Если лось выжил и убежал в лес, то это наилучший исход. Искать его не будут, невозможно будет отличить здорового лося от сбитого, если нет видимых повреждений, а значит, не получится оценить размер ущерба. Штраф за сбитие лося на трассе будет минимальный, в некоторых случаях водитель отделается предупреждением. Обратите внимание, если поблизости не установлен знак, предупреждающий о животных, это является смягчающим обстоятельством. Знак «Дикие животные» – если имеется страховой полискоскод, то ущерб возместит страховщик. Масса лося может достигать 500 кг, что наносит огромный вред автомобилю. После ДТП нужно вызвать страховщика для оформления страхового случая. После этого должен прибыть представитель администрации лесного годья, который также составит протокол. На основании всех документов страховщик выплатит компенсацию. Но стоит отметить, что почти вся сумма уйдет на оплату штрафа, а чинить машину придется за собственные средства. Что делать в случае ДТП? Если лось, олень, кабан или другое животное причинило машине урон, водитель должен следовать. 2. 5. Правил, регламентирующих действия автомобилиста в случае возникновения ДТП. Остановиться, включить аварийные сигналы, поставить. Знак аварийной остановки, согласно П. 7. 2. Правил, на расстоянии 15 метров от С в населенном пункте и 30 метров вне населенного пункта, не перемещать предметы, которые могут играть роль при воссоздании картины ДТП. ДТП с лосьем также автолюбителю требуется соблюсти предписание П. 2. 6. 1. Правил, так как в результате ДТП нет человеческих жертв, а именно, зафиксировать машину и ее положение относительно других дорожных объектов на камеру, освободить проезжую часть, если это мешает движению других авто. После этого нужно вызвать сотрудников ГИБДД. До их прибытия потребуется зафиксировать обстоятельства произошедшего для дальнейшего получения страховой выплаты по КАСКО. Если есть КАСКО, законно использовать автомобиль с визуальными повреждениями авто со следами аварии вызовет повышенное внимание со стороны сотрудников Дорожно-патрульной службы, в том числе и из-за возможного скрытия с места ДТП. Так как причинение ущерба автомобиля уже признается ДТП, в случае отказа от оформления документов с участием уполномоченных сотрудников ГИБДД водителя могут привлечь к ответственности по Ч. 2 стакана, 12, 27, К. Ответственность по этой статье суровая, лишение прав до полутора лет либо арест до 15 суток. Кто виновник ДТП и Ч. 1 стакан, 1079 ГК РФ следует, что граждане и юридические лица, создающие повышенную опасность, автоматически будут признаны виновными в нанесении Вреда, если не докажут, что ущерб был нанесен из-за случайного стечения обстоятельств из-за прямого умысла животного Последний пункт может показаться смешным кому угодно, только не самому водителю, ведь доказать прямой умысел лоси невозможно Однако, если на борту автомобиля установлен качественный видеорегистратор, это сыграет на руку водителю, так как на видео будет видно Задавил ли он лося умышленно или животное самовыскочило под колеса Что делать свидетелю ДТП? Куда обращаться? В первую очередь удостовериться, что водителю и животному ничего не угрожает После этого вызвать сотрудников дорожной инспекции, в случае необходимости, скорую помощь и эвакуатор Далее нужно зафиксировать на камеру обстоятельства ДТП паспортные данные водителя на случай, если он хочет покинуть место происшествия Дождаться сотрудников дорожной инспекции, после чего оказать содействие в даче показаний в качестве свидетеля Потенциально опасная ситуация, как оплатить штраф Сделать это можно двумя способами, непосредственно в отделении ГИБДД, где нужно предоставить акт АДТП и выписку о штрафе На сайте www.gososludge.ru Для этого в войсковой строчке нужно ввести фразу «штрафы ГИБДД» выбрать соответствующий пункт из выпадающего списка На оплату штрафы отводится 30 календарных дней Если за этот срок не была произведена оплата штрафа без уважительных причин, смерть родственника, болезнь, травма, то будут дополнительно Начислены санкционные списания в размере вторых мрот Если проигнорировать штраф и санкцию к нему, то наступает административная ответственность в виде ареста до 15 суток по завершению Которых все равно придется выплатить штраф Изменения в законодательстве По приказу МПР Экологии РЕФ от 08.12.2011 года Номер 948 принята методика расчета вреда, нанесенного охотничьим угодьем Если раньше штраф за луся был 5000 рублей, то в 2018 году он составляет 40000 рублей Размер штрафа за сбитое животное определяет владелица охотничьего хозяйства, на территории которого произошла авария Штраф может возрастать 5 раз, если была сбита самка Отличить от самца ее можно по отсутствию рогов и меньшим габаритам тела На данный момент законопроекты в России, которые касаются охраны окружающей среды, не касаются сбитых животных Последние изменения в законодательстве датируются 2009 годом Как избежать штрафа? Соблюдение следующих пунктов поможет снизить риск получить штраф за сбитое волосе В 2018 году приобрести видеорегистратор, чтобы Доказать свою правоту в случае аварии Внимательно смотреть на знаки вдоль проезжей части При виде знака 1, 27, дикие животные Нужно снизить скорость и быть предельно внимательным Не скрываться с места ДТВ, если авария случилась По возможности оказать помощь животному Вызывать скорую и ветеринарную службы Дождаться сотрудников ГИБДД и оформить протокол, указав только правдивые сведения Возможно, что в лесу находился свидетель, который опровергнет ложные показания Оформить страховой полискаску, чтобы частично компенсировать ущерб Если есть возможность поехать обходным путем, лучше поступить именно таким образом, ведь далеко не все зависит от самого водителя Если животное было ошиблено и погибло, то не нужно скрываться с места ДТВ при ототела или увозить его с собой с тем, чтобы в дальнейшем Полакомиться лосятиной, так как это может привести к уголовной ответственности Звездочка размера штрафов актуальна на июнь 2018 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова